Всем привет! Давайте в этом видео сегодня разберемся про остров Крит, разберем, стоит ли туда ехать, какие там цены, что там интересного. Первым делом начнем с местоположения, в какое место на Крите лучше всего ехать. Это варианты Агиус Николаус, Ироклеон, Херсонисус и прочие. Я там практически везде побывал, и, допустим, если взять Агиус Николаус и Ироклеон, возьмем сразу же, это более такие городские места, потому что пляжи там такие же городские, обычные, и находится, допустим, Агиус Николаус справа на острове, а Ироклеон более левее, я бы так сказал. Что касается Херсонисус, где я, соответственно, и отдыхал, местоположение там очень удобное, находится ровно практически посередине острова, то есть и вправо можно будет ехать не так далеко, и в левую часть острова. Это очень удобно в плане экскурсии, повидать все места острова будет очень удобно. Также, чем там хорошо, там есть где разгуляться, есть на что посмотреть, там прекрасные пляжи, в отличие от Агиуса Николауса того же, у нас были просто прекрасные пляжи, где от отеля отойти буквально минут 10 надо было, и очень-очень красивый вид, просто прекрасные пляжи. Также, если на пляж насмотрелись и належались, можно прям зайти на гору. Мы ходили на гору, это было просто офигенно, потому что идти также до самой горы наверх где-то минут 20, и что мы там видели, там был небольшой поселок, прям на вершине горы практически, где также можно погулять, там просто прекрасное место для прогулки, если будете в Херсонис, я прям просто рекомендую туда сходить, не пожалеете, там получаются просто очень крутые фотки, и сам вид на Херсонис с высоты горы, это просто офигенно. Также по горам, пока будете гулять, можете увидеть горных козлов, мы их видели, я первый раз их видел, это было что-то интересное, я просто поверить не мог своим глазам, потому что такое вообще возможно, когда козы прям по горе прыгают, это интересно. Он козленок гоняет. Дальше остановимся поподробнее по поводу денег, сколько, чего стоит и погоды. Начнем с погоды. Мы ездили в середине мая, примерно так, ну я бы сказал в десятых числах мая, и погода там была переменчивая, но в целом неплохо. Но все равно я считаю то, что, наверное, с погодой нам не совсем повезло, и все-таки лучше начинать ездить туда с июня, потому что у нас днем было, бывали ветра холодные, бывал дождь, вечером прохладно, приходилось одевать куртку, штаны, но днем в целом тепло тоже бывало, но не всегда. Опять-таки повторюсь, если вы больше любите теплую погоду, то надо, наверное, начинать все-таки с июня туда ездить. И вплоть там до октября, я так думаю. Вот. Что касается по поводу денег. Если вы приехали просто туда полежать на пляже, то денег как таковых там вам в принципе и не надо, потому что в основном в отеле все включено, и проблем никаких нет. Если вы любите совершать покупки, как говорится, шпаголик, то денег там надо достаточно много. Я считаю то, что баксов, не баксов, евро, 300, 400, может быть даже 500, и вы их все потратите. На что тратить деньги? Очень красивые сувениры, вино можно купить, также одежда у них очень такая хорошего качества, я бы сказал. И действительно там можно что купить, просто одежда стоит там недешево. Ну, если найти определенные магазинчики, можно сторговаться и по нормальной цене взять нормальные шмотки. Юлька решила закупиться по полной. Шуба от Филиппляй. Эйфе Кайке. Супер-гудто, мэйди. Супер-гудто, 500. Фэшн из май профэшн. Также есть брендовые магазины, где цены там, понятно, да, там Гуччи Армани и Дольча Габана, которые, ну, это уже на любителя, цены там уже, я вам сразу скажу, варьируются от 10, 20, 30 тысяч и так далее. Поэтому на каждый кошелек, я бы так сказал. Дальше по поводу экскурсий. Также надо брать с собой много денег. Потому что каждая экскурсия там стоит примерно 60 евро. Это без еды. То есть еда там отдельно еще доплачивается. Поэтому где-то в среднем ориентируйтесь на 70 евро с экскурсии. Однодневной, двухдневной экскурсия там. А я не помню двухдневных, там-то вроде нету. Есть только Афины двухдневная. Она стоит где-то порядка 150-170 евро на одного человека. Дороговато, как мне кажется. Да и, в принципе, мне кажется, если в Афины ехать, это уже точно не с Криты надо стартовать, а с самой Греции. Также еще отдельная экскурсия у нас. Это Санторини. Она также однодневная. И стоила она там порядка 120-130 евро с человека. И то Санторини такое вот место вроде как красивое. Замечательное место. Но, опять же, только по фотографиям. Фактически, сколько людей там не было, у всех, практически у всех негативные отзывы. Потому что делать там особо нечего. И также там есть два варианта. Либо вы едете на один день, либо на два дня. Но там уже какая-то космическая цена за два дня. Опять же, все, кто туда ездил, говорят, что оно того не стоит. Лучше просто бы смотреть по фотографиям. Потому что людей там просто нереально много. Просто нереально. И сфотографироваться нормально, говорят, ну, вообще никак не получается. И фактически, кстати, и добираться туда очень-очень тяжело. То сначала по серпантину несколько часов едете, потом несколько часов по морю. И когда уже приезжаете, выдохшиеся все, и вам там достаточно сложно будет после такого экстремального путешествия нормально там отдохнуть. Поэтому Санторини на любителя. Я не знаю, если вам денег не жалко, конечно, скатайтесь. Но так, в принципе, на самом Крите и так есть, что посмотреть. Давайте разберем те места, где я побывал. Еще расскажу про те места, где я не побывал. Но хотелось бы быть. Начнем с того места, из-за которого я, в принципе, ехал на Крит. Это Гран-Вуз-Балас. Это просто невероятное место. Очень красивое. И я, когда увидел эти фотографии в интернете, я подумал, о, надо ехать на Крит чисто из-за него. В итоге я туда не попал, потому что на тот день, когда мы взяли эту экскурсию, была отвратительная погода, и ее просто-напросто отменили. А свободного времени у нас больше не было. Поэтому обломали меня очень сильно, очень сильно расстроился. Но, тем не менее, попали на другие экскурсии. Первой экскурсией у нас была спинолонга. Что могу сказать по поводу спинолонги? Ну, сначала вы едете до нее пару часов, далее гуляете по очень красивому, прям, здоровскому городу Агиос-Николаус. Там есть вот это вот место. Оно, я считаю, просто ради него только и надо туда ехать. Ради вот такой вот фотографии и вот таких вот видов. В принципе, там прогуляться все, ну, весь город за часики, я думаю, можно обойти. Вас дальше лезут непосредственно на спинолонгу. Что такое спинолонга? Это такой исторический остров, где, куда ссылали прокаженных людей, которые болели проказой. Это было несколько сотен лет назад. Сейчас там просто обычное туристическое место и, не знаю, я бы туда, если честно, не рекомендовал ехать, потому что смотреть там особо нечего. Но, в принципе, если брать, с учетом того, что вас везут еще в Агиос-Николаус, то это неплохая экскурсия однодневная. Сама спинолонга – это небольшой островок. Там, в основном, надо ехать туда людям, которые любят историю, исторические события и что-то историческое, потому что там очень много рассказывают про него. И гуляете вы там буквально 20 минут по самому острову, потому что он маленький, и за 20 минут вы его весь обойдете. Зачем ехать на спинолонгу, наверное, ради вот таких вот фотографий и вот такого вот вида. Ну, больше там ничего интересного, в принципе, нету. Ну, виды, виды очень красивые, ради них, конечно, стоит ехать, потому что это очень здорово. Дальше что там? Дальше вас везут на берег, выгружают барбекю, купаетесь пока, также там зайти невозможно, там, где вы купаетесь. Все ноги разобьете, поэтому берите с собой какие-нибудь тапки на ноги. Ну и все. И, соответственно, дальше на кораблике плывете обратно в сторону дома. Поэтому экскурсия, в принципе, неплохая. Ну, я бы сказал, она не суперкрутая, но это лучше, чем просто сидеть в отеле. Как тебе спинолонга? Никак. Дальше мы ездили на индивидуальную экскурсию, она мне очень-очень-очень сильно понравилась. В чем она у нас заключалась, эта экскурсия? Главный совет, если поедете в это ущелье, просто не вздумайте за день для этого даже пить. Это будет самая плохая идея, чтобы была у вас в жизни. Первым делом нас отвезли на ущелье Имброс, называется он. Это ущелье протяженностью 7 километров. И это просто офигенное ущелье. Вообще, два ущелья есть на Крите. Вот одно Имброс, второе, я не помню. Оно в разы больше и интереснее. Но мы туда не попали, мы попали вот только на Имброс. Расскажу тогда про него. По ущелью где-то вы пройдете что-то 2,5-3 часов. Чем мне запомнилось ущелье, так это чистым воздухом. Там настолько чистый воздух, что просто гулять по нему целый кайф. А эти 2,5-3 часа проходят просто очень быстро. Также вы там встретите, скорее всего, тех же горных козлов. Как он там стоит, я не понимаю, что это вообще. Вот как он это делает. Вон еще один прям на горе стоит. Встретите много интересных мест, препятствий. Также там есть самое узкое место, которое, наверное, сантиметров 50-60. То есть сам каньон большой, а вот в одном месте оно прям сужается до 50-60 сантиметров. Очень интересно. Также где-то в середине ущелья там сидит человек. Такой абориген, я бы его назвал, который там, как я понял, живет. И все туристы там останавливаются. Такой перевалочный пункт, где туристы останавливаются. Может, что-то перекусят и идут дальше. Ущелье мне очень понравилось. Если у вас будет такая возможность посетить его, я вам рекомендую это сделать. Дальше из ущелья вы выходите, там такой вид просто нереальный, вид на миллион. Выходите, радуйтесь этому виду. Фотографии, конечно же, крутые. Дальше через гору мы перебрались уже на машине и поехали на озеро Курна. Но мы продолжаем наше путешествие. Это единственное озеро на Крите Пресное. Я бы сказал, такое классическое горное озеро с офигенно красивой голубой водичкой. Прям чистое-чистое озеро. Там, по-моему, насколько я помню, даже купаться нельзя. Но само озеро того стоит. Оно очень-очень потрясное. И вот такие вот фотографии получаются. И само озеро тоже интересное. Там всякие гуси ходят, черепахи. Кого только там не встретишь. Также можно покататься на катамаранах на этом озере. Оно мне понравилось, я вот так сказал. Дальше следующее место. Это город Ретимна у нас был. Очень красивый городок. Такой своеобразный, я бы сказал, греческий небольшой город. Очень красивый. Запомнился он маленькими улочками. Запомнился интересной атмосферой такой. Да, как Женя. Улочки там такие, что они маленькие, но их так много, что там очень просто заблудиться. Но так как городок небольшой, вы потом поймете, откуда вы вышли. Но все равно мы несколько раз по одним и тем же улочкам проходили, блуждали. Но потом в итоге нормально разобрались. Также там есть всякие крепости, бастионы множественные. Очень красивый городок. И чем он мне еще понравился, это прибрежной своей зоны. Там очень красиво высадили пальмы и получается прям как в Майами. То есть это то место, которое тоже надо посетить. Еще одно место, которое я вам рекомендую посетить, это город Ханья. На него мы не попали, но я тоже очень слышал очень-очень много положительных отзывов о нем. Потому что там тоже здорово, супер и прекрасно. Поэтому если у вас будет возможность, вы по-любому должны его посетить. Еще одно место, в котором мы побывали, это, конечно же, город Рыклеон. Запомнился он тоже своей крепостью. Там можно погулять, походить. Еще мы попали в тот день, когда там бесплатно были все музеи, все крепости. Можно было просто бесплатно зайти и в каждое посмотреть. Город такой интересный, светлый. Все выполнено в таком светлом кирпиче, я бы так сказал. Интересный город, можно там пошопиться так же. Цены там, я бы сказал, даже дешевле, чем во всех этих туристических городах. Поэтому можно как погулять там, так и пошопиться, пофоткаться. Единственное, не забывайте очки. Я забыл, и фотографии получались такие, как будто у меня нет глаз. Было весело, да. Ну и, конечно, не могу прорассказать про самую главную, эпичную, самую ненужную экскурсию, которая у них это есть. Это остров невезения в океане есть. Экскурсия на остров Хрисе. Она самая провальная у нас была. Мне она очень не понравилась. Сейчас расскажу, почему. Потому что у нас в Херсоне сосед был просто отличный пляж, просто прекрасный. И остров Хрисе, почему взяли взамен Грангуз Балласа? Вот так получилось, потому что по погоде мы не попали. Что такое остров Хрисе? Это остров рядышком с Критом. То есть надо будет поехать на юг Крита, дальше пересаживайтесь на пароль, еще пару часов едете и... Мы уже отплываем от острова Крита. Вуаля, вы на острове Хрисе. Что там будет? Ничего, вы просто пару часов покайфуете возле красивой бирюзовой водички. Стоит ли оно того? Я не знаю. Я бы не рекомендовал, потому что экскурсия, насколько я помню, была где-то 60 евро с человека. В итоге вы просто пару часов лежите возле того же моря. Просто вода красивее. То есть там ничего вы больше не увидите. Просто красивую водичку. Если вы хотите... Ну, это у нас сколько уже было. Хотите увидеть красивую водичку, едьте... Это с острова Хриса началось. То есть если ты хочешь бывать на Карибское море, едь на Карибское море, да? Или на остров Хрис. Если ты хочешь туда греческий стиль, езжай в Грецию, посмотри там. Поэтому эта экскурсия, ну, она такая прям, я бы сказал, ненужная. Просто потратите деньги зря. По моему мнению. Может кому-то и интересно посмотреть на такую водичку, но... Так же остров Крит можно как проехать экскурсиями, так же и можно и просто взять в аренду машину и самим обкатать весь остров. Это не проблема, потому что остров небольшой. Дня 3-4 его можно будет объехать весь и, ну, посмотреть основные достопримечательности. В аренду взять машину будет стоить где-то полторы, может быть, две тысячи за машину за день. И не забывайте, что там очень-очень дорогой бензин. Порядка 100 рублей за литр. Поэтому сопоставляйте, что к чему лучше. Будут экскурсии, либо на машине. Ну, конечно, естественно, на машине. Но я права с собой не брал, потому что я и так каждый день на машине катаюсь. И там, если мне еще ездить, это будет довольно напряжно. Также там очень жесткие серпантины. Если вы недавно за рулем, то я вообще не рекомендую это делать, потому что ездить там в некоторых местах просто-напросто страшно. Отдельно хочу сказать свой положительный отзыв по поводу еды. Так что, если кто любит покушать и любит очень вкусное вино, вам по-любому надо ехать на Крит, потому что там прекрасные офигенные салаты, которых я просто ел-ел и ел-ел, в особенности греческий салат. Также там просто офигенное вино, которое можно... Ну, когда все включено, если вы взяли, можете пить сколько угодно. Кстати, вообще по поводу алкоголя, он там очень качественный. Мне он очень понравился. Вот, у нас был отель, называется Херсонисус Палас. Он мне очень понравился отель своим баром, который бар у них отдельный. Ну, у них как в отеле есть, так и есть возле пляжа бар. Этот бар просто офигенный. Со своей нереальной атмосферой, со своим администратором, который там грек, такой классический грек. Также там был попугай говорящий, от которого я просто тащился. И сам алкоголь очень качественный, коктейли все вкусные, на выбор. Если едете на Крит, я вам оставлю ссылку в описании на сам отель. Можете посмотреть, называется Херсонисус Палас. И он как и местоположение у него просто отличное, так и сам отель довольно неплохой, потому что за те деньги, которые мы ездили, мне кажется, это вообще копейки. Что касается самих греков, самих людей, очень понравились люди. Это не Турция, он и не Тунис. Люди очень добропорядочные, отзывчивые, добрые, оставляют только позитивные, положительные эмоции. Это не то, что в Турции, да, вас там они просто начинают раздражать на первый или второй день. Тут такого нет. Люди прям, я бы сказал, адекватные. И находиться на самом Крите очень комфортно, и чувствуешь себя там комфортно, безопасно. Что с собой можно привезти из Греции? Это, естественно, различного рода сувениры. И сувениров там очень много, прям классных сувениров. Таких и, кстати, более-менее качественных. Я вот себе купил вот такой шлем. Потому что я из каждого путешествия привожу какие-нибудь такие безделушки и ставлю их к себе. Помимо сувениров в греческом стиле, вы можете, естественно, оливковое масло привезти. Также рекомендую вино. Побольше берите вино, потому что оно у них классное. Ну вот, в принципе, и вся основная информация, что вы должны знать перед тем, как поехать на остров Крит. Если вам видео оказалось полезным, естественно, поставьте лайк. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я обязательно отвечу. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать интересные видео из путешествий. Всем пока! До новых встреч! Хороших поездок, путешествий!